Веселые каникулы в Химках стартовала летняя оздоровительная кампания. В школах начали работу городские лагеря, всего их 8. Дети заняты и под присмотром педагогов. Для ребят организованы всевозможные культурные мероприятия, спортивные состязания, полноценное питание и многое другое. О работе детских лагерей Диана Садорединова. Запомните одноручник, вес его около полутора килограмма. Окунуться в эпоху рыцарства вполне реально. Познавательные лекции для отдыхающих в оздоровительном лагере не в новинку. Экспонаты – точные копии средневековых доспехов. Павел Сафронов даже и не мечтал стать рыцарем, но в детском лагере это оказалось возможным. Забавно? Да, очень. Особенно мне очень понравилось, когда надевали шлем. Тяжелый? На плечах больно. Ребята смогли не только увидеть, но потрогать и даже померить точные копии средневековых доспехов. К примеру, эта бригантина делала туловище рыцаря абсолютно неуязвимым. Немецкий шлем, так называемый «хунсгюгель», в переводе «собачий капюшон», весит более 4 килограммов. Ну и, конечно, незаменимый спутник во время рыцарского похода – этот щит. Доспехи очень тяжелые и находиться в них более пяти минут практически невозможно. Летние лагеря начали работу 3 июня. Здесь организованы все виды досуга – чтения, экскурсии, походы в кино, прикладное творчество и, конечно, спортивные соревнования. В лицее номер 17 – 60 детей. Всего в городских лагерях отдыхает более 500 школьников. Мне все очень нравится. Мы каждый день гуляем, развлекаемся, играем. У меня тут много друзей новых появилось. В этот раз мне понравилось больше, чем в тот, потому что туда мы, можно сказать, никуда не ходили. А вот с первого дня мы уже сходили погулять в разные улицы и на другие площадки. Что касается питания, то у нас четырехразовое. Есть первый завтрак, второй завтрак, который включает в себя либо соки, либо фрукты. Либо то и другое вместе бывает. Обед и полдник. Кормят замечательно. Дети все довольны. Очень много фруктов, овощей. Сияем всегда, сияем везде. И лучшего друга не бросим в беде. А это лагерь в школе номер 25. Его накануне посетил глава города. Он осмотрел состояние спален школьников, столовой и пообщался с воспитанниками. Плюс в том, отметил Олег Шахов, что для многих детей путевки достались бесплатно. Остальные заплатили совсем немного – 796 рублей. В основном средства были выделены из городского бюджета. Действительно хорошо организовано. Организованы и комнаты для отдыха, где можно спать. Проверили столовую, проверили то меню, которое в этом году приготовили. Оно действительно вкусное, разнообразное. И здесь созданы все условия для того, чтобы детям было весело, интересно и познавательно. Всего на территории округа работают 8 летних оздоровительных лагерей. Сейчас идет первая смена. Их работа продолжится до конца лета. Диана Содрединова, Олеся Жиганова, Алексей Козеров, Сергей Гвоздев. Служба новостей.